всем привет меня зовут иоанна и вы на моем канале о вязании сегодня 2 мастер-класс мы будем связать вам с вами такого бычка в первой части мы связали полностью ему тело вот нам осталось вязать ушки рожки и ромашку я думаю что этот мастер-класс будет очень короткий я думаю что у вас все получилось я надеюсь на это что у вас все получилось вот такая вот у нас коровка бурька да вот мы назвали бурькой девочки в инстаграме мне писали название коровки вот я думаю что это как бурька и вот в первой части мы с вами сделали вот такое вот тело на вот у нас такая груша подобная получилась коробка ножки у нас уже все есть то есть нам осталось самую малость обязательно все расскажу покажу как мы будем что делать я думаю сейчас мы будем делать ушки и рожки рожки вяжутся немножко сложно но я думаю что мы с вами сможем это сделать у всех все получится буду говорить медленно делать все тоже медленно чтобы все вышло хорошо ну давайте приступим нить у нас идет серого цвета потому что у нас серая коровка поэтому нить у нас будет серая крючок все тот же я вижу третьим крючком делайте кольцо амигуруми или две воздушные петли как делаю я во вторую петлю от крючка мы набираем 6 столбиков без накида это будет наш первый ряд первый столбик провязала поставила маркер 2 3 4 5 6 во втором ряду мы делаем 6 прибавок в каждую петельку по столбику без накида по 2 столбика без накида 1 столбик провязала поставила маркер сюда же вяжу второй столбик без накида это наша прибавка 1 прибавка 2 прибавка 3 прибавка 3 прибавка 3 прибавка 4 прибавка пятая и шестая наш ряд закончился вот мы дошли до маркера так в третьем ряду мы делаем три столбика без накида прибавка делаем так 5 раз вы извините три раза и в конце ряда у нас будет 15 столбиков без накида 1 столбик провязали поставили маркер 2 3 и прибавка в одну петлю 2 столбика без накида 1 столбик без накида 2 3 и прибавка и последний раз 3 2 3 и прибавка вот наш ряд закончился вот так вот сейчас это выглядит в четвертом ряду мы делаем четыре столбика без накида прибавка тоже делаем так три раза и в конце ряда у нас будет 18 столбиков без накида один столбик провязали поставили маркер два два три четыре и прибавка все прибавочки у нас совпадают 1234 и прибавка это второй раз и и последний раз два два три четыре и прибавка наше ушко выворачиваем эту ниточку прячем вовнутрь чтобы она нам не мешала так теперь 5 6 ряд 2 ряда мы вяжем 18 столбиков без накида просто по кругу и встречаемся с вами уже в седьмом ряду я провязала два ряда вот так вот сейчас выглядит наше вязание в следующем ряду мы будем делать убавки 4 столбика без накида 1 убавка делаем так три раза и в конце ряда у нас будет 15 столбиков без накида один столбик провязали поставили маркер два два три четыре делаем убавку и опять раз два три четыре и убавка 1 2 3 4 и убавка наш ряд закончился сейчас у нас в ряду 15 петель следующем восьмом ряду мы просто провязываем по кругу 15 петелек и все и потом еще 2 ряда и наше ушко закончится сейчас самостоятельно провязывайте 15 петель провязала я 15 петель вот так вот сейчас выглядит наше вязание в следующем ряду это у нас 9 ряд мы вяжем 3 столбика без накида 1 убавка делаем так три раза и в конце ряда у нас будет 12 столбиков без накида один столбик провязали поставили маркер и считаем 2 3 и убавка 1 2 3 и убавка 1 2 3 и убавка сейчас в ряду у нас 12 петель в десятом ряду нам нужно просто по кругу провязать 12 петель один столбик провязали поставили маркер идем по кругу 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 и 12 наш ряд закончился вытягиваем маркер для тех кто вяжет первый раз я сейчас покажу как я это делаю или может быть у кого-то не получается сейчас нам нужно провязать здесь 6 столбиков 6 столбиков вот без накида вот здесь вот 6 столбиков как мы это делаем смотрите я беру маркер и вот идет наша вот первая петля вот она у нас там вот с крючком и вот можете сюда вот в это место вставить маркер чтобы вы видели куда надо провязать вот сюда нужно провязать чтобы было ровно шесть чтобы было ровно 6 вот здесь у нас первая петелька вот вторая да вот мы сюда насквозь просто проходим поворачиваем наше ушко и вот там где у нас маркер нам нужно попасть сюда тогда у нас будет все правильно будет ровно 6 вот смотрите это первая петля это не очень удобно но это будет правильно тогда у вас все будет ровно здесь одинаково я попала в это место маркер мне уже не нужен и сейчас нам нужно провязать его так 1 2 это наш первый столбик 2 2 2 3 4 4 5 и 6 6 вот видите ровно 6 так теперь складываем ушко еще раз пополам и вот нашу первую косичку которую мы здесь сделали самую первую косичку мы делаем соединительный столбик теперь просто надо провязать соединительными столбиками каждую косичку надо зайти и провязать ниточку ниточку я обрезаю вот такое вот у нас получилось ушко второе вы вяжете самостоятельно такие вот два одинаковых ушка у вас должно получится сейчас мы будем вязать с вами рожки я взяла нить темную делаем кольцо амигуруми или две воздушные петли как я и во вторую петлю от крючка мы делаем 6 столбиков без накида 1 провязали поставили маркер 2 2 3 4 5 и 6 во втором ряду мы делаем 6 прибавок в каждую петлю по два столбика без накида 1 столбик провязала поставила маркер сюда же второй столбик это наша первая прибавка это наша первая прибавка так так третья четвертая прибавка пятая пятая и шестая в третьем ряду мы будем делать с вами один столбик без накида 1 прибавка делаем так 6 раз и в конце ряда у нас будет 18 столбиков без накида накида 1 столбик провязала поставила маркер во вторую петлю делаем прибавку 1 2 и опять 1 прибавка 1 и прибавка наш ряд должен закончиться прибавками 1 прибавка и последняя прибавка так есть вот мы закончили вот такой кружок у нас получился теперь 4 по 6 ряд включительно то есть три ряда мы вяжем с вами 18 столбиков без накида просто по кругу просто по кругу 3 ряда делайте так самостоятельно встречаемся с вами в десятом ряду я провязала 3 ряда вот так вот сейчас выглядит наше вязание мы это все выворачиваем наше вязание так сейчас у нас в ряду 18 петель и мы начинаем делать это по кругу вывязывать значит сначала мы вяжем 10 столбиков без накида в начале ряда 1 столбик провязали поставили маркер 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 и 10 и сейчас мы вяжем с вами 6 полустолбиков с одним накидом делаем накид на крючке у нас три петли провязываем их за одну опять делаем это у нас один полустолбик с одним накидом 2 накид вот смотрите накид так вошли в петлю вытянули рабочую ниточку на крючке у нас три петли провязываем их за одну это у нас три накид делаем четвертый полустолбик с одним накидом теперь пятый и шестой до конца ряда у нас остается две петельки мы провязываем их просто два столбика без накида 1 и 2 вот так восьмом ряду мы с вами вяжем 9 полустолбиков с одним накидом 6 нет извините 9 столбиков без накида 6 полустолбиков с одним накидом и 3 столбика без накида вяжем вместе 9 полустолбик столбиков с одним накидом без накида боже мой 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 теперь вяжем 6 полустолбиков с одним накидом делаем накид вытягиваем рабочую ниточку на крючке у нас 3 петли провязываем за одну это у нас 1 накид делаем делаем вторую петельку 2 3 4 5 6 остается 3 петли мы провязываем столиком столбиком без накида 1 2 3 наш ряд закончился следующем ряду мы делаем 3 убавки 3 столбика без накида 6 полустолбиков с одним накидом и 3 столбика без накида итак в начале ряда мы делаем 3 убавки вытягиваем маркер делаем 3 убавки подряд 1 убавка 1 убавка поставили маркер 2 убавка 3 убавка 3 убавка так 3 убавки петельки не пропускайте обязательно проверяйте себя чтобы все было красиво ровненько 3 столбика без накида 1 2 2 3 есть 6 полустолбиков с одним накидом накид делаем провязываем 1 полустолбик с одним накидом 2 2 3 3 4 5 и и 6 5 и 6 и 6 6 и 3 столбика без накида до конца ряда 1 2 и 3 вот наш ряд закончился следующий ряд у нас 10 вяжем 4 столбика без накида 8 полустолбиков с одним накидом и 3 столбика без накида так сначала вяжем 4 столбика без накида 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 и 4 теперь 8 полустолбиков с одним накидом делаем накид 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 5 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 убавка 2 убавки у нас есть так дальше вяжем 2 столбика без накида 1 2 так есть шесть полустолбика с одним накидом делаем накид 1 2 3 4 5 6 1 столбик без накида и последняя убавка 1 2 так мы сделали у бабочку наш ряд закончился так вот сейчас 12 ряд у нас будет будем вязать 4 столбика без накида 5 полустолбиков с одним накидом и 3 столбика без накида 4 столбика без накида сейчас 1 поставили маркер 2 2 3 3 4 1 1 2 3 4 4 петельки 5 полустолбиков с одним накидом делаем накид 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 være и 5 и 3 до конца ряда 3 столбика без накида до конца ряда 1 2 3 так ты наш ряд закончился в тринадцатом ряду мы будем делать 2 убавки 1 столбик без накида 4 полустолбика с одним накидом 1 столбик без накида и 1 убавка и так 2 убавки подряд так провязываем один 2 1 столбик без накида 1 столбик без накида есть 4 полустолбика с одним накидом 1 2 3 4 1 столбик без накида и убавка здесь наша ушка начинает уже крутится поэтому не очень удобно все наш ряд закончился так сейчас мы у нас 14 ряд мы вяжем 4 столбика без накида 3 полустолбика с одним накидом и 2 столбика без накидом вытягиваем маркер и вяжем так 4 столбика без накидом 1 2 2 3 и 4 так все правильно 4 3 полустолбика с одним накидом делаем накид и и считаем 1 и считаем 1 и считаем 1 2 3 3 так и 2 2 столбика без накида 1 и 2 вот нам вот этом этапе вам нужно набить наполнителем наш рожек и потом провязать 1 столбик без накида 1 убавка у нас осталось тут очень маленькое отверстие нужно набить сюда в эту дырочку нужно набить холофайбер вот видите вон у нас такой вот покрученный будет рожек сейчас мы набьем и посмотрим как у нас это красиво получается я набила все холофайбером внутри сейчас у нас будет идти с вами 15 ряд мы делаем 1 столбик без накида 1 убавка 1 столбик без накида так до конца ряда мы делаем формочка у нас уже есть нашего рожек а видите такая вот она покрученная будет такой рожек у нас и потом в конце мы с вами просто закроем за петелечки за верхние петельки я покажу сейчас все 1 и убавка я думаю этот ряд вы можете сделать самостоятельно здесь ничего сложного мы уже с вами делали убавки прибавки да то есть здесь один столбик и убавка один столбик и убавка вот я покажу как закрываю я дырочку 1 так и у бабочка так хватается две петельки нам нужна только одна так вот один это как всегда когда хочешь показать что-то быстро всегда получается именно так так и убавка последняя убавка 1 и сюда 2 сделали мы последнюю убавку здесь где у нас маркер мы вытягиваем маркер делаем сюда соединительный столбик так ниточку немножко оставляем не очень большой кусочек подтянули теперь берем иголочку у меня вот такая ступым концом вот так вот проходим туда и вот так вот проходим туда сюда 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 и стягиваем наше колечко и стягиваем наше колечко так здесь я делаю узелочек ниточку прячу вовнутрь второй рожек вы вяжете точно так же самостоятельно и все придаем ему форму и вот такой вот два рожка у нас уже есть такие вот они у нас так итак сейчас мы будем вязать с вами мордочку делаем 9 воздушных петель я выбрала цвет бежевый для мордочки делаем 9 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 так со второй петли от крючка мы вяжем 7 столбиков без накида я советую вам поставить маркер можете не ставить как вам удобно но я люблю пользоваться маркером 1 1 2 3 4 5 6 7 и в восьмую петлю 7 7 вот 8 мы делаем сюда 3 столбика без накида в одну петлю 1 1 2 3 поворачиваем идем по этой стороне то есть вот здесь мы делали эти при бабочки да вот здесь мы вяжем 6 столбиков без накида раз вот эту ниточку можно прятать вязание 2 3 4 5 5 и 6 в последнюю петельку мы делаем прибавку все наш ряд закончился вот так вот должна вот такая косичка у вас получится теперь делаем 6 столбиков без накида прибавка так делаем до конца ряда 1 3 7 7 8 9 9 11 11 12 12 12 14 15 15 15 15 16 15 123456 и прибавка последний раз 123 так что-то я сделала неправильно сейчас проверю себя так смотрите я немножко потеряла свои петельки значит вот делаем вот первый ряд набираем 9 воздушных петель со второй петли от крючка мы провязываем 7 столбиков без накида в последнюю восьмую петлю мы делаем 3 столбика без накида в одну петлю переворачиваем на другую сторону и провязываем ту же самую комбинацию только в конце мы делаем просто прибавку и теперь где мы делали прибавки вот здесь нужно сделать один прибавка один прибавка вот я дошла до вот этого места я делаю сейчас 1 прибавка 1 и прибавка теперь вяжем без изменений всем раз два три четыре пять пять даже 5 у меня получается 6 6 здесь делаем опять одну и прибавка 1 и прибавка по этой стороне у нас должна точно так же получится тоже 6 раз два три четыре пять шесть здесь делаем 1 1 2 и прибавка 1 2 прибавка 1 2 и прибавка теперь вяжем без изменений 5 6 и теперь 1 2 прибавка 1 2 и прибавка есть так и еще раз 1 2 и прибавка вот наш ряд закончился так вот так вот это должно выглядеть вот это вот самая такая важная часть сейчас мы будем делать по кругу немножко нашу мордочку так вот смотрите что у нас получается значит мордочка вяжется вообще не сложно здесь просто нужно набрать вот эту петельку воздушные петельки да вот вот эти и вот провязывать с одной стороны и с другой стороны в первых рядах мы делаем прибавки только здесь в следующих рядах мы делаем тоже только здесь 1 прибавка 1 прибавка дальше идем ровненько с этой стороны точно так же в следующем ряду мы делаем 2 прибавка и опять по кругу идем 2 прибавка сделали сейчас мне уже не надо делать именно вот эти прибавки я не хочу чтобы моя мордочка была очень такая выпуклая сейчас я хочу чтобы она была такая вот ну прямая поэтому я вязала 1 прибавка 1 прибавка 1 прибавка и так до конца ряда я не хочу делать ее очень большой в первой своей коробке моя мордочка немножко больше сейчас я хочу сделать ее меньше вы можете делать ее так как вы хотите например там 4 прибавка 5 прибавка и когда вы видите что ваша мордочка уже такая как вам нравится тогда вы просто по кругу провяжите 3 3 ряда чтобы она уже у нас согнулась уже вот такая вот была как мордочкой так вот полностью согнулась да и потом мы будем делать с вами просто убавочки пару ряд убавок сделаем и все и на этом наша мордочка закончится вот на данном этапе мне нужно провязать еще вот я думаю что еще два ряда я сделаю прибавочных и потом буду просто вывязывать ее вот сейчас у меня идет 1 2 и прибавка 1 2 и прибавка так вяжем до конца ряда вот 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 то есть ничего сложного здесь вроде бы я не показываю здесь все идет петля в петлю просто вот видите она сейчас уже так вот загибается немножко так вот провязываете до конца и и и и и и и и видите вот так вот это сейчас уже мордочка наша выглядит 12 прибавка 12 прибавка но я хочу еще сделать немножко может быть еще один ряд потом померяю как это будет выглядеть если я буду довольна результатом тогда я буду просто провязывать по кругу без прибавок и убавок без ничего просто по кругу для того чтобы наша мордочка завернулась да вот чтоб она у нас не была такая плоская а чтобы она у нас была такая вот как мордочка да вот сразу так свернулась я думаю что здесь вы можете сделать самостоятельно с ничего сложного нету вот эти хвостики можно потом пришить или оставить их просто в мордочке они никуда у вас не денутся они очень плотно здесь сидят мы их провязали с обоих сторон поэтому будет все хорошо можете не волноваться по этому поводу ну пробуйте так самостоятельно провязывать мордочку я сейчас тоже закончу покажу вам что у меня получилось и потом мы с вами свяжем ромашку и соберем нашу коровку и все так смотрите я вот закончила нашу мордочку здесь я провязала только один ряд я говорила вам 3 нужно провязать если вы хотите большую мордочку такую как у моей боль первой коровки да вот такая вот большая мордочка эта мордочка поменьше просто из-за того что я сделала здесь только один ряд и потом два ряда убавочных как я делала убавочные ряды это в двенадцатом ряду я делала 7 столбиков без накида 1 убавка так я делала шесть раз и в конце ряда у меня получилось сорок восемь столбиков без накида и в тринадцатом ряду я связала шесть столбиков без накида 1 убавка сделала так шесть раз и в конце ряда у меня получилось 42 столбика без накида я сделала соединительный столбик ниточку обрезала немножко побольше потому что мы будем этой же ниточкой пришивать ее коровки наполнитель я пока сюда не наполняю может немножко может быть совсем но когда мы уже пришьем хотя бы половинку тогда можете наполнить ее и пришить дальше ну здесь уже все просто так смотрите у нас уже все есть у нас есть рожки ушки вот наша коровка так так вот мы это все закрепляем спицами у меня это обычные спицы чтобы у меня все было ровно и красиво я закрепляю вот такими спицами и просто прошиваю в голову в рожек в голову в рожек вот наметили где вам нравится да просунули вот так вот отметили себе где вам нравится чтобы наш рожек был вот и потом ушка наши точно так же чтобы это все было одинаково красиво и с этой стороны точно так же наши рожки ушки вот так вот и и потом наша мордочка здесь будет мордочку пришивайте только вот смотрите вот я вот так вот сделаю вот не внизу а вот вот на вот этом вот переходе а вот мордочка у нас должна быть вот смотрите как в этой коровки вот видите вот вот этот переход и здесь я просто оставила немножко места на наполнила ее полностью и потом уже все провязала глазки вы тоже будете смотреть у меня вот такие пришивные глазки если у вас нету таких глазок вы можете использовать обычные бусинки это тоже будет красиво тоже берете коровку примеряете как это все будет вам нравится как это будет выглядеть примеряете где у вас должны быть глазки померили отметили себе берете иголочки отмечаете но я не люблю пришивать все на камеру потому что это очень неудобно из-за того что камера моя далеко и это просто неудобно так вот намечаете себе где должно быть иголочек не жалейте полностью вот так вот вкалывайте смотрите с обоих сторон как вам нравится наполняйте это все смотрите где наши рожки должны быть глазки и просто все прошиваете я прошиваю это просто либо этой же ниточкой которые я вязала либо обычной вот такой вот нитью прошили рожки провязали точно так же только смотрите чтобы они смотрелись да вот наши рожки чтобы они там не вниз смотрели нет как бы вверх были так оно было все красивенько у нас я думаю здесь вы можете сделать это все самостоятельно я надеюсь у вас все получится я сейчас все закончу и покажу вам что получилось но для начала мы наверно с вами свяжем все-таки ромашку это вяжется очень просто ромашку и стебелек нам осталось сделать берем желтую пряжу у меня это вот такая вот пряжа вяжется вообще очень легко это самый простой и быстрый вариант ромашки в кольцо амигуруми или в две воздушные петли и во вторую петлю от крючка мы делаем 6 столбиков без накида так по кругу сделали 6 столбиков да и на этом больше желтая ниточка нам не нужна лепесточки мы провязываем все белой ниточкой давайте я наверное покажу вам все таки как это делать что я думаю что может быть кто не знает будет немножко сложно значит давайте провяжем ромашку с вами и потом соединим это все вместе чтобы у нас это все было красиво и так смотрите что у меня получилось я все детали пришила вышила ротик глазки бровки вот нам осталось сделать с вами ромашку и сделать хвостик я просто это проговорю и вы сможете это самостоятельно сделать там вообще ничего сложного нету значит как мы делаем ромашку мы берем серединку желтенькую набираем 6 воздушных петель 2 воздушные петельки и во вторую от крючка мы делаем 6 столбиков без накида все больше нам желтая нет не нужно цепляем белую ниточку и во вторую петельку вот сразу во вторую раз и сделали 6 воздушных столб воздушных петелек вот белой ниточкой и вот со второй петельки от крючка мы просто провязываем их столбиками без накида и потом делаем последний столбик соединительный в эту же петлю там где вот белая у нас была вот сразу в эту же и потом следующую делаем петельку и опять поднимаемся вверх 6 воздушных петель опять их провязываем опять делаем в конце соединительный столбик и так делаем по кругу так у нас должно получиться 10 ой извините если вы делаете 6 столбиков у вас получится 6 лепестков здесь я сделала 10 столбиков без накида в самом серединке в самой поэтому вышло так кому надо больше лепестков вот как в этой ромашки вы делаете две воздушные петли и во вторую петлю от крючка вам нужно сделать 10 столбиков без накида и потом в каждую петельку провязать вот так вот как я рассказала каждую петлю 6 столбиков воздушных сделали до цепочку из воздушных петель и провязали сделали в конце соединительный столбик и опять сделали воздушные петельки опять провязали их и так по кругу пока мы не закроем нашу ромашку мы ее цепляем сюда да в эту сторону и вот этот хвостик да вот у нашего бабочка здесь хвостик хвостик я делаю просто воздушные петельки смотрите вот сколько вам нужно здесь у меня 7 петелек и потом я их просто провязала то есть обратно в обратном порядке со второй петли от крючка столбиками без накида прошлась и пришила здесь все хвостик точно также ничего нового вот вот такие вот две милые коровки у нас получились кому понравился мой мастер-класс ставьте мне класс подписывайтесь на мой канал спасибо большое кто смотрел его кому что непонятно может быть я плохо объясняю или может быть это не очень доступно для всех людей обязательно говорите мне я буду работать над этим всем спасибо хорошего вам дня желаю и легких петелек до свидания